Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Страх – это то, с чем мы боремся всю жизнь. Наши страхи растут из самого детства, когда мы боимся монстров под кроватью, страшных историй и боимся рассердить родителей. Бояться – это естественно. Но если фобии мешают нам жить, мы должны бороться с ними, как и с любым препятствием на пути к комфортной жизни. В этой книге показаны самые распространенные страхи и методы борьбы с ними, а также то, как с ними борются самые известные спецслужбы в мире. Глава первая. Что такое страх? Страх и фобии. Что это и как они возникают? Страх – естественная эмоция человека, которая возникает в преддверии реальной или предполагаемой угрозы. Психология, которая делит все эмоции на позитивно и негативно окрашенные, считает страх негативно окрашенным эмоциональным процессом. Это также и одна из врожденных эмоций, присущих каждому человеку в той или иной степени. Среди врожденных страхов самые распространенные – это боязнь высоты, темноты, одиночества и многие другие. Некоторые из этих страхов только воображаемые. Так, например, многие люди боятся закрытых пространств, хотя реальной опасности они не несут, в отличие от боязни, глубины. Иногда такие страхи превращаются в фобии, иррациональные психические отклонения, при которых человеку свойственен сильный страх, даже скорее ощущение ужаса и паники. Страх влияет на жизнь каждого человека еще с первобытных времен, на жизнь общества и культуру. Если говорить о самых простых примерах, то даже первые люди собрались в племена, в том числе и из чувства страха, вместе безопаснее. Первые ритуалы и божества, появились в жизни людей тоже из-за страхов. Страха смерти, голода, несчастья и болезни. Психологи различают три основные вида страха. Биологические – это страхи, которые непосредственно имеют отношение к угрозе жизни и выработались у человека на генетическом уровне. Например, спастись из дома, в котором начался пожар. Это естественный страх огня, выработанный у человечества поколениями. Социальные страхи не представляют непосредственной угрозы жизни, но сильно влияют на нее, так как несут угрозу привычному укладу жизни, статусу и социальным коммуникациям. К этой категории относится боязнь публичных выступлений, незнакомых людей, ответственности, смены работы и общему укладу жизни. Многие люди годами ходят на нелюбимую работу и живут с нелюбимыми людьми только потому, что боятся перемен. Такой страх может быть и комплексным. Например, человеку тяжело находить общий язык с людьми, он держится за устоявшийся коллектив или боится, что если уйдет от своего партнера, не сможет найти кого-то другого. Социальные страхи не несут опасности физическому существованию, имеют психологическую подоплеку из-за проблем с самооценкой и лечатся у специалиста, если в этом есть необходимость и человек не может справиться сам. Последний уровень, самый тонкий, называется экзистенциальным. Потому что чаще всего страхи такого тонкого уровня возникают на интеллектуальном и чувственном уровне. Это те страхи, которые возникают у человека в силу его развитого мышления, фантазии и личных качеств. Эти страхи не являются генетическими и не несут угрозы социальному статусу. К ним относится страх смерти, одиночества, потери близких, бессмысленности человеческой жизни. И если безусловные биологические страхи несут в основном для человека пользу, так как охраняют его от опасности, то социальные и экзистенциальные скорее портят жизнь. Однако не все безусловные страхи тоже могут быть объективными. Например, страх врачей относится к физиологическим, но он не несет вреда, так как пациент тянет до последнего и приходит к врачу только тогда, когда проблема усугубляется. Этот страх, к тому же, является психологическим, очень часто появляется еще в детстве. Например, когда врач говорит, что укол делать не больно, ребенок получает стресс и на подсознательном уровне перестает верить врачам. Судя по последним оценкам психологов, которые занимаются страхами и фобиями, большинство из них развивается в детстве из-за стрессов, несчастных случаев и, как ни грустно, родителей. Очень часто родители сами не знают, что травмируют детей и обижают их, зарождают в них комплексы и страхи. А кто из нас в детстве не слышал, а вот Ваня хорошо в школе учится, не то, что ты? Некоторые родители были очень строгие и несправедливы. Вот Ваня хорошо рисует, а тебе что делать в художественной школе? Иди на танцы! Хотя иногда даже говорить ничего не нужно, так как хватит и того, чтобы уделять ребенку мало времени, относиться к нему равнодушно и не хвалить за его начинание, чтобы появились комплексы, опустилась самооценка и, как следствие, появились социальные страхи. За страх отвечает миндалевидное тело мозга. И врачами было обнаружено, что болезни, которые разрушают его, например, болезнь Урбаха-Витте, редкое генетическое заболевание, являются причиной абсолютного отсутствия страха. Физиологические страхи имеют два пути нейронной реакции – быстрая и медленная. Быстрая реакция срабатывает в экстренных ситуациях. Например, при пожаре люди хватают все самое ценное для них и убегают, а только потом звонят пожарным. При этом в таких ситуациях пострадавшие совершают множество ошибок, действуя интуитивно, в первую очередь спасая детей, животных, документы. Но иногда бывают и удивительные случаи. Понятно, когда музыканты выносят из горящего дома в первую очередь инструменты, художники своей картины. Но некоторые люди берут новые телевизоры или компьютеры или вообще первое, что попадет под руку. Иногда рефлексы очень причудливо работают во время стресса. Второй, длинный путь нейронной реакции более свойственен социальным страхам. Он не требует безусловных рефлексов и действий. Достаточно часто срабатывает так называемая ложная тревога – ощущение ужаса, которое на секунду одолевает нас, когда нам кажется, что мы сделали что-то не так, но оно очень быстро отпускает. Иногда нейронная функция реакции на потенциальную опасность нарушена, и тогда появляются неоправданные страхи и фобии. Самые распространенные страхи. Иногда обычные страхи, которые человечество вырабатывало поколениями, превращаются в проблемы, фобии, порой даже в параноидальные состояния постоянной тревоги, что чаще всего является одним из составляющих такой неврологической болезни, как невроз. Самые распространенные страхи – это. Клаустрофобия – боязнь закрытых, тесных помещений, например, лифта или ванны. Входит в десятку самых распространенных патологических страхов. Агарофобия – это клаустрофобия наоборот, боязнь открытых пространств и просторных помещений. Чаще всего проявляется в боязни самому находиться на площадях, пустых улицах, иногда в боязни толпы или открытых дверей. Помещение может быть достаточно большим, но не запертая или открытая на распашку дверь вызывает сильный психологический дискомфорт. Арахнофобия – боязнь пауков. Страх этот достаточно распространен, поскольку обусловлен физиологическими особенностями. Многие пауки ядовиты и очень опасны. Но он является фобией только в том случае, если у человека, увидевшего паука, начинается панический страх или истерия, что тоже часто случается. Социофобия – страх перед людьми, социумом, исполнением общественных обязанностей. Очень широкое и распространенное понятие, которое включает в себя целый комплекс страхов социального характера. Например, страх публичных выступлений. Страх находиться на улице. Сильный моральный дискомфорт при появлении интереса любого человека или наблюдения со стороны. Люди-социофобы склонны к агрессиям и депрессиям, а иногда социофобия перерастает в мизантропию, ненависть к людям и обществу. Такие страхи часто обусловлены психологической или психической нестабильностью, низкой самооценкой и комплексами. Ксенофобия – страх чужих. В широком медийном контексте понятие ксенофобия трактуется как общественная отстраненность и нелюбовь к другим странам или народам. Но это лишь производная термина. В психологическом смысле ксенофобия – это боязнь чужих, незнакомых людей и всего, что кажется чуждым конкретному человеку. Если брать агарофобию, то здесь человек боится самого открытого пространства на улицах, площадях, а в случае с ксенофобией человек боится незнакомых людей, толпы на этих самых улицах и площадях. Далее следует мизофобия, одно из проявлений навязчивых состояний, страх, грязи, микробов и инфекций, которое выражается в частом и тщательном мытье рук, уборке поверхности после физических контактов с другими людьми. Если мизофобию не лечить, она усугубляется и со временем становится параноидальным психозом. Некоторые пациенты после каждого физического контакта с чем-то, что касалось их грязным, мыли руки чистящим порошком и жесткой щеткой для сантехники, и их руки со временем превращались в сплошные раны. Герпетофобия – страх перед ящерицами и змеями. Он физиологически обусловлен и является естественным, но иногда превращается в навязчивое состояние. Одна из нам более распространенных фобий в мире и есть герпетофобия. Ятрофобия – панический страх перед врачами и медиками. Мало кто испытывает радость, заходя в поликлинику или больницу, но у людей, страдающих ятрофобией, может начаться настоящая паника. Айхмофобия – очень распространенный тип страха, связанный с боязнью острых предметов. Разница между обычным человеком и тем, кто страдает айхмофобией, в том, что все аккуратно и настороженно, подстрижено и затуплено. А сами люди ведут себя слишком острым ножом или иголкой достаточно аккуратно. Но только айхмофобы боятся всего острого настолько, что их пугают даже заточенные карандаши и остроконечные зонты. Аэрофобия – страх полетов. Очень распространен, в некоторой степени является аналогом морской болезни, так как люди, страдающие аэрофобией, чувствуют себя плохо не только психологически, но и физически. Испытывают тошноту и головокружение. Фармакофобия – боязнь принимать лекарства. Иногда этот страх так велик, что превращается в навязчивое состояние. Человек считает, что лекарство на самом деле яд, благодаря которому люди болеют еще чаще и чтобы покупать еще больше лекарств. Аутофобия – страх остаться в одиночестве. В патологических случаях это панические атаки, глубокие депрессии, которые могут закончиться даже самоубийством. Психотерапевты связывают такие страхи со слишком сильными привязанностями к другим людям – родителям, возлюбленному или лучшему другу. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава вторая. Страх и карьера. Как страхи могут помешать вам добиться успеха? Не обязательно иметь какие-то серьезные проблемы с фобиями, как описано в предыдущей главе, чтобы испытывать страх, волнение и неловкость в важные моменты нашей жизни. Страх сбивает дыхание, мысли и не дает сосредоточиться, иногда он даже заставляет нас делать всякие глупости, бежать от источника волнения. Но вместе с этим бывают ситуации, когда нельзя просто скрыться от источника своих переживаний. Это касается и устройства на работу, и всей карьеры в принципе. Нужно уметь держать себя в руках и выглядеть бодро, невозмутимо и спокойно в любой ситуации, даже если внутри кипит буря эмоций. Например, возьмем собеседование. Кого кадровый агент скорее возьмет на работу? Скорее уверенного в себе и энергичного соискателя, чем хмурого, избивающегося с толку человека, который не может связать двух слов краснеющими ушами. При условии их одинакового профессионализма, конечно же, выбор будет отдан в пользу более уверенного кандидата. И дело не только в том, что уверенный в себе человек вызывает больше симпатии при первом знакомстве. Дело в том, что он скорее всего лучше справится со стрессовыми ситуациями на работе. Например, если нужно что-то срочно сделать или выступить перед своими сотрудниками. Уверенный в себе человек будет лучше себя чувствовать в коллективе, больше помогать остальным сотрудникам и не постесняется попросить о помощи, если она ему действительно нужна, чтобы адаптироваться в новой среде обитания. Для того, чтобы добиться успеха в карьере, нужно уметь общаться с людьми, вовремя выполнять поставленные задачи, быть доброжелательным и уверенным в себе, как можно меньше переживать и, конечно, быть специалистом в своем деле. Но иногда страх в ответственные моменты перечеркивает все. Порой мы так сильно переживаем, что сбиваемся на ответственных собеседованиях и встречах, а также делаем глупые ошибки в важных отчетах и боимся стремиться к большему. А это самая важная проблема. Боязнь перемен и неуверенность в себе может даже очень талантливого человека превратить в среднестатистического офисного сотрудника на многие годы, который занимается посредственной бумажной работой, потому что никак не проявляет себя, боится брать на себя больше ответственности. Страх парализует и не дает адекватно оценивать ситуацию. У меня есть отличная идея для нового проекта, но я никому о ней не скажу, потому что надо мной только посмеются, это точно. Еще популярный вариант оправдания, и мне и так хорошо, зато я знаю, что моя жизнь стабильна, и мне не надо ни за что переживать и брать на себя ответственность. Но когда кто-то говорит себе, я больше так не могу, надо что-то менять, я способен на большее, это самое важное в борьбе со страхом. Главное осознание, что он есть. Он застрял так глубоко внутри, что казался естественным. И все это время мы лишь искали оправдания. Страх перед работой влияет таким образом и на карьеру, и на всю жизнь в целом. На самом деле достаточно принять то, что бояться – это нормально. И все люди боятся, переживают, чувствуют себя неловко в тех или иных ситуациях, делают или говорят глупости. Но нужно уметь справляться со своими чувствами, и это касается не только страха и не только негатива. Мы должны владеть своими чувствами, а не они нами. Это не значит, что пора превращаться в живую машину и подавлять свои чувства и эмоции. Нет, просто не нужно крайностей. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, необходима золотая середина. Наши чувства должны помогать нам жить, а не мешать. Это же касается не в последнюю очередь и страхов. Популярные мнения насчет борьбы со страхом также часто преувеличены. Например, говорят, чтобы избавиться от страха высоты, нужно прыгнуть с парашютом. На самом деле это неправда. Человек, который сильно боится высоты, не станет прыгать с парашютом. Также его может удалить паника вплоть до сердечного приступа. Такие радикальные методы популярны только в народных мнениях, но никто так не делает, по крайней мере, будем на это надеяться. Если страх действительно мешает жить, лучше всего идти к специалисту. Есть психологи и психотерапевты, которые занимаются исключительно проблемами страха. А иногда даже более узкоспециализированные, например, занимаются только социальными страхами или страхами в отношениях. Они могут помочь не только найти истоки проблемы, но и методы ее решения. Готовимся к важному событию. Как быстро преодолеть волнение и избежать стресса? Есть несколько главных советов о том, как взять себя в руки, если мы чего-то боимся или сильно волнуемся. Итак, способ номер один. Идеальная подготовка. Если мы сильно волнуемся перед походом на собеседование, важные встречи или события, мы стараемся идеально подготовиться к нему. Надеть хорошую одежду, чтобы выглядеть свежо, спокойно и естественно. Думаем о том, что будем говорить и как будем действовать. К тому же ощущение, что мы подготовились к важному событию максимально полно и настолько тщательно, насколько могли, добавляет уверенности. И самое главное не забывать улыбаться, так как это помогает снять моральное напряжение. Не лишним будет потренироваться перед зеркалом и выбрать подходящий костюм. Стоит сосредоточиться на себе, на том, что вы делаете, говорите, как себя ведете, при этом как можно меньше думайте о других. Если это собеседование, сосредоточьтесь на своих ответах, улыбайтесь и смотрите интервьюеру на лоб между бровей в районе третьего глаза. Таким образом создается ощущение, что вы смотрите человеку в глаза. Часто помогает способ игнорирования страха как такового. Вы знаете, что нужно для этого сделать. Вы делаете это, даже если боитесь провала больше всего на свете. Старайтесь не думать о том, что у вас может не получиться. Думайте о том, что все получится. Второй распространенный способ – предварительный расход энергии. Прежде чем выйти к публике, сходить на собеседование, просто используйте всю энергию, которая у вас есть. Займитесь бегом, физическими упражнениями, порешайте задачи или ребусы, а лучше сделайте все вместе. В таком случае адреналин израсходуется заранее, и сил на то, чтобы переживать, просто не останется. Психологи говорят, что третий метод, о котором мы сейчас расскажем, тоже хорошо действует, если причиной страха является прошлый провал. Итак, если это страх выступления, то нужно сначала выступить так, чтобы это было очень плохо, и эти переживания снова ожили, а потом спустя короткий промежуток времени, когда досада уже ушла, но ощущение еще свежее, выступить с успехом. Для этого можно забыть подготовиться к очередному выступлению первый раз, и зрители должны знать, как себя вести в обоих случаях. При этом, если упустить первый этап, провальное выступление, эффект будет намного меньше. Если вы боитесь собеседования, запишитесь на собеседование по случайной вакансии, которая не очень-то и подходит, и провалите его. А на нужное идите уверенно и тщательно подготовленными. Улыбайтесь, дышите глубоко, держите себя в руках и рискуйте, тогда окажется, что все не так страшно. Глава третья. Страх и любовь. Страху в любви не место. Несмотря на то, что страх является естественным чувством человека и проявляется практически во всех сферах нашей жизни, в отношениях он скорее принесет трудности, чем поможет. На каждом этапе отношений люди чего-то боятся, и это абсолютно естественно, но очень важно уметь побороть этот страх и не дать ему вырваться наружу и управлять вашей жизнью. Для начала следует отметить, что в социальной сфере, то есть в общении с другими, наши страхи делятся на три типа. Страх события, страх состояния и страх невозможности преодолеть это состояние. На конкретном примере это выглядит так. Первый тип проявляется в боязни, к примеру, измены. Второй в страхе от того, как она на вас повлияет. А третий тип выражается в страхе того, что вы не сможете преодолеть это нежелательное состояние. Каждый из типов может существовать отдельно. В то же время они могут присутствовать все одновременно или в различных сочетаниях. Но самое главное то, что какой бы то ни было страх станет серьезным барьером в отношениях, а значит от него следует избавляться. Многие запирают в себе, не веря в собственные силы и способность преодолеть свои предубреждения, самые лучшие чувства и оставляют мысли об отношениях. Но есть и другой путь. Даже в достаточно молодом возрасте можно полностью отгородить себя от романтических отношений, например, в силу комплексов и страхов, которые могут и не иметь под собой оснований. Если ваши страхи беспочвенны, побороть их достаточно просто. Следует лишь понять или же убедить себя в том, что, во-первых, вы никогда не узнаете результат, если не попробуете. А во-вторых, что достаточно лишь немного храбости добавить и можно сделать первый шаг. Если вы имеете неприятный опыт отношений и не хотите повторения подобной ситуации, преодолеть барьеры, которые вы сами для себя создали, будет значительно сложнее. Но это тем не менее возможно. Вместо того, чтобы ограждать себя от всяческих отношений с людьми и убеждать себя в неизбежности провала, можно встать на путь борьбы со своими страхами. Все, что нужно сделать, выбравшим этот путь – пережить свой страх. Иными словами, вам необходимо представить себе ту нежелательную ситуацию и все вытекающие из нее последствия и принять их. Это, разумеется, потребует времени и душевных усилий, но результат стоит того. Таким образом, вы убедитесь, что можете преодолеть подобное, и тогда боязнь возможных событий уменьшится. Если же ваш страх комплексный, подходить к борьбе с ним следует более тщательно. Это потребует некоторых навыков самоанализа и способности разложить то, чего вы боитесь, на множество простых элементов. Гораздо эффективнее будет справляться с ними по очереди. Самое главное правило любых отношений – избавиться от блоков, которые могут значительно усложнить взаимопонимание и понизить уровень доверия, столь необходимый в любви. Когда боитесь вы, что делать? Каждый страх имеет под собой какую-либо основу. Чаще всего это ваши собственные комплексы, стеснение, либо же банальная неуверенность в себе. Именно они при достаточно долгом развитии перерастают в вполне реальные и серьезные страхи завязывать отношения и сближаться с людьми. Следует отметить также и тот факт, что подобные страхи достаточно сложно побороть. Приступить через них зачастую практически невозможно. Это объясняется тем, что причины боязни кроются не в событиях, которых вы боитесь, а в вашей оценке самих себя. Согласно многим психологам, золотое правило любых отношений, дружеских, либо романтических, звучит так – полюби себя, и тогда тебя полюбят другие. Это тем более актуально, что многие просто перестают заботиться о себе и своем внешнем виде, считая, что они все равно не могут быть никому интересны. Существует также абсолютно противоположный страх. Если предмет вашего восхищения всегда выглядит отлично и одевается с иголочки, вы можете считать, что вы недостойны ее или его. Причиной подобного страха также является неуверенность в себе. Можно даже утверждать, что это самое яркое ее проявление. Многие люди в наше время испытывают страх отношений как таковых. Такой страх является комплексным, так как состоит из многих составляющих. Это и боязнь неискренности, измены, безответной любви и того, что человек не оправдает возложенных на него ожиданий или не справится с обязанностями, которые неизбежно возникнут со временем. Для того, чтобы избавиться от подобных сомнений в себе и партнере, необходимо сначала разобраться, чего именно вы боитесь. Когда вы создадите полную картину того, чего получить не желаете, наступает время проанализировать уже существующие взаимоотношения и предположить, как ваш избранник или избранница поведет себя в отношениях в дальнейшем. Зачастую простой анализ ситуации помогает убедиться в том, что ваши страхи полностью безосновательны. Если же вы все еще не вполне уверены в исходе ситуации, вам следует поговорить с вашей половинкой. Так вы сможете получить поддержку от самого родного человека и в то же время показать, что вы доверяете ей или ему. Только беседа в открытую сможет раскрыть все намерения и истинные чувства, в особенности, если ваша неуверенность возникла на этапе перехода отношений в более серьезную фазу. Несмотря на то, что побороть собственные страхи достаточно сложно, только это может помочь вам полноценно насладиться отношениями. В противном случае, большую часть времени вы потратите на переживания, сомнения и страхи, которые неизбежно приведут к непониманию или ссорам с вашим партнером. Именно ради вашего совместного счастья следует освободиться от собственных сомнений и избавить своего партнера от лишних подозрений и волнений, так как ваше душевное состояние точно не останется для него или нее незамеченным. Как помочь трусу, если у второй половинки есть страхи и фобии? Близкие люди, которые достаточно хорошо знают друг друга, не могут не заметить душевного смятения партнера. Мимо вас не пройдут незамеченными страх либо сомнения вашего партнера, и гораздо сложнее будет узнать их причину и побороть их, особенно если переход на новый качественный уровень вы ждали достаточно долго. А партнер часто пытается скрыть свое состояние. Чаще всего люди боятся рассказать о своем страхе в силу его незначительности или нелепости, а также потому, что не хотят показывать, что не вполне уверены в партнере. Именно поэтому следует разобраться, в чем же причина нарушения душевного равновесия, которая может негативно повлиять на отношения. Основа любых отношений – доверие и взаимопонимание. Как только вы почувствовали дискомфорт своей половинки и ее странное поведение, либо неуверенность в каких-либо решениях, в первую очередь необходимо разобраться, в чем именно дело. Немудрствуя лукаво, можно смело завести откровенный разговор. Но делать это тоже нужно с юмором. Разговор не должен вестись в шутку, а напротив, должен располагать серьезности, открытости. Вы должны убедить своего партнера в том, что он может вам доверять, в чем бы ни заключались его трудности или сомнения. Даже если его страхи довольно нелепые, могут показаться всем окружающим, да и вам, смешными, что также может быть причиной для ухода от объяснений. Вы должны расположить свою половинку к тому, чтобы она рассказала правду. Очень важно воспринять даже самые мелкие сомнения, достаточно серьезные, ни в коем случае не смеяться над ними. Ваш смех может настроить вашего партнера против вас и подорвать его доверие и уверенность в вас, как в понимающем и поддерживающем человеке. Итак, приступив к разговору, постарайтесь добраться до сути страхов вашей половинки. Ведь только так вы поймете истинную причину его или ее душевного смятения. Когда вы обнаружили суть сложившейся ситуации, вам следует вместе понять, как можно избавиться от нежелательных сомнений, которые могут значительно усложнить вашу совместную жизнь. Решить любые проблемы проще сообщать, чем поодиночке. Не забывайте об этом. Самое важное, если вы чувствуете сомнение своей половинки, убедите ее в том, что вам можно полностью доверять, что вы поможете разрешить любые проблемы и не подведете в сложные ситуации. Ведь сомнения в этом и вызывают страхи чаще всего. Будьте внимательны. Уделяйте достаточное время друг другу. Только так вы сможете достичь высокого уровня взаимного понимания и доверия, что поможет и вам, и вашей половинке избавиться от страхов и сомнений. Глава 4. Побеждаем свои фобии. Как самостоятельно побороть страх? Страх, как и любая другая защитная реакция, не возникает на ровном месте. У него всегда есть объект. Мы должны бояться чего-то. Решения, действия, события и так далее. В то же время каждому знакомо и то, что самое страшное в самом страхе – неизвестность. Именно из этого мы будем исходить в преодолении боязни чего-либо самостоятельно. Обладая хоть незначительными способностями к самоанализу, которые есть у каждого из нас, мы можем понять суть той или иной проблемы, найти ее причину. Именно это и следует делать с вашими страхами. Существует несколько способов побороть боязнь. Мы приведем их ниже. Первый вариант – это просто слепо следовать по своему пути, не обращая внимания на страх. Данный вариант хорош, но далеко не всегда, ведь ваш страх может скрывать за собой реальную опасность, избежать которой нам, может, и не удастся. Обнаружив причину страха, вы поймете, можно ли пренебречь ее или стоит принять ее во внимание и подойти к этой проблеме более серьезно. Если объект вашего страха не несет реальной угрозы, смело действуйте, иначе вы рискуете что-то упустить или в конечном итоге не добиться успеха, ведь вся ваша жизнь – это череда маленьких побед. Если же ваш страх достаточно реален, иными словами, объектом его является действительно опасная ситуация, которая может повлечь за собой некие последствия, нежелательные последствия, откажитесь от реализации своего плана и придумайте, как можно достичь своей цели другими способами. Кроме банального анализа, реальную угрозу вам поможет оценить расчет последствий при самом худшем исходе событий. Представив себе эти последствия, вы поймете, стоит ли их бояться или нет. Следующий вариант для преодоления страха подходит также для случаев, когда предполагаемый исход уже продуман, и он не несет в себе серьезных проблем. Следуя по данному пути, вам необходимо просто дать себе обещание что-либо сделать. Как только вы ступите на путь выполнения обещанного себе дела, страх тут же пропадет, но вы ничего не потеряете и сможете продолжать свой путь с высоко поднятой головой. Побороть собственный страх можно также и с помощью умозрительных техник. Так, к примеру, вы можете проанализировать свою боязнь, а потом все, что вам останется, представить ситуацию, как будто все происходит на самом деле. Таким образом, вы уже будете знакомы с возможными вариантами развития событий, а значит, страх не сможет вами овладеть так же сильно, как раньше. Существуют также различные виды тренировок, которые помогают преодолеть боязнь. К примеру, страх публичных выступлений можно побороть, если начать выступать перед несколькими близкими людьми, постепенно увеличивая их число. Так, в итоге, вы перестанете бояться выступать на публике и, возможно, даже войдете во вкус. Причиной многих наших страхов является неуверенность в себе и сомнения, связанные с этим. Именно поэтому избавиться от многих страхов достаточно сложно, если ничего не сделать с самооценкой. Как только вы начнете считать себя достойным того, чего намерен достичь, ваш страх пропадет сам собой. Ведь сама его суть заключалась в вашей заниженной самооценке. Кроме приведенных выше вариантов, также есть иной путь преодоления страхов. Если вы должны сделать что-то для человека, который вам не безразличен, то ваши чувства к этому человеку могут послужить достаточной основой для того, чтобы побороть свой страх и сделать все задуманное вопреки этому страху. Ради любви люди способны на подвиги. Не забывайте об этом. Любой из приведенных выше способов поможет вам достичь желаемого и также преодолеть собственную боязнь. Но следует помнить о том, что иррациональные фобии побороть значительно сложнее, и они требуют более усердного и пристального внимания, чем обыкновенные сомнения и страхи. Обращаемся к специалисту. От арт-терапии и йоги до психотерапевта. Фобии можно приравнять к любой другой болезни, так как они значительно могут повлиять на вашу жизнь и затруднить достижение поставленных целей. Именно поэтому они требуют вмешательства специалистов либо же самостоятельного лечения. Все зависит от сложности проблемы и ее непосредственного влияния на вашу жизнь. Прежде чем выбирать, к какому именно специалисту обращаться, необходимо оценить серьезность вашего страха. Чем сложнее поставленная задача, тем серьезнее должен быть подход к ее решению. Итак, прежде всего вы должны проанализировать, в чем именно заключается ваша проблема. А далее выбор будет очень простым. Так как многие фобии и страхи основываются на низкой самооценке, часто достаточно просто повысить уверенность в себе, и все проблемы решатся одним махом. Такая боязнь не требует специального лечения и лишних затрат денег. Все, что необходимо потратить, немного времени на то, чтобы вернуть уверенность в себе. Если же вы не в состоянии разобраться в себе самостоятельно, можно подобрать оригинальный метод расширения граней сознания, чтобы научиться понимать себя лучше. Среди таких методов присутствуют йога и арт-терапия. Если самопознание дается вам с трудом, вам обязательно следует попробовать сходить к арт-терапевту. Как известно, творчество всегда сопровождало человечество, а теперь его можно использовать и в качестве средства для познания собственной личности. Про йогу много говорить не нужно, пожалуй, нет человека, который бы не слышал о ее полезном воздействии на человека. Достижение внутренней гармонии с помощью дыхательных и прочих упражнений принесет в вашу жизнь покой и уравновешенность и поможет избавиться от страхов и сомнений. Более сложные случаи фобии, к примеру, социофобия, требуют более глубокого и специализированного лечения. В данной ситуации самым лучшим решением будет обратиться к психотерапевту. Выбирая врача, обязательно обратите внимание на его стаж работы и образования, ведь мошенников в наше время довольно много. Хороший врач может с первого сеанса понять, в чем кроется суть проблемы и составить правильную методику лечения ваших страхов. В этом случае все, что будет зависеть от вас, полное участие в сеансах и регулярное посещение врача. Только при постоянном воздействии фобия может быть излечена. Стоит помнить и о том, что разнообразные современные методики лечения могут показаться достаточно странными. Но не стоит заострять на этом внимание, ведь они зачастую гораздо более эффективны, чем классические. Очень важно при выборе специалиста, с которым вы намерены работать, установить дружеский контакт. Если этот человек или его методы вам не нравятся, скорее всего, никакого эффекта от лечения вы не получите, а только потратите свое время и деньги. В выборе врача необходимо в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения. Если вы комфортно себя чувствуете во время сеанса и человек располагает к доверию, то можете смело продолжать лечение. Если же лечение вызывает дискомфорт и неудовлетворение, лучше сменить специалиста, ведь такие процедуры не помогут, а лишь сделают хуже. Мы все знаем о Джеймсе Бонде, Яна Флеминга и Джорже Смайле, Джона Ле Карре из британского разведуправления Ми-6. Мы помним Дану Скалли и Фокса Малдера из секретных материалов и их работу в ФБР. Мы еще знаем, что спецслужбы Израиля называются МОСАД, наши службы ГРУ и ФСБ, бывшие в советское время КГБ. Они самые известные, давайте на них остановимся подробнее. Ми-6 расшифровывается как Military Intelligence – военная разведка. Также известна под названием SIS – Secret Intelligence Service – секретная разведывательная служба. Офис находится в Лондоне в центре города на берегу Темзы. Основана служба в 1909 году как 6-е отделение военного министерства, и разведданные были лишь частью работы этого ведомства. Ближе к Первой мировой Ми-6 занялись исключительно разведкой и контрразведкой, хотя были еще и слабы в этом смысле. Работа заключалась в основном в собирании оперативных данных от агентов других стран на нейтральных территориях. Закон о существовании Ми-6 приняли только в 1994 году. До этого правительство Британии отвергало ее существование, и работа разведчиков не была подкреплена никакими правовыми базами. Сейчас глава, он же секретарь Ми-6, назначается премьер-министром и не входит в правительство. Именно остальных сотрудников официально не разглашаются. В Ми-6 принимают всех желающих, достаточно лишь зайти на официальный сайт и заполнит заявление о приеме на работу. Только большинство сотрудников Ми-6 официально практически не существуют. Эта служба знаменита своими потрясающе профессиональными агентами, идеальной организацией работы и знаменитыми людьми на службе. Например, во время Первой мировой войны на британскую разведку работал всемирно известный писатель Сомерсет Моэм. Позже, во время Второй мировой, писатели Грэм Грин и некоторое время Ян Флеминг. Не менее известный писатель Джон Лекаре был постоянным сотрудником Ми-6 и писал свои шпионские детективы под псевдонимом, так как его настоящее имя было под запретом. ФБР Федеральное бюро расследований ведомства при Министерстве юстиции США с особыми правами и привилегиями находится в подчинении генерального прокурора и входит в состав разведывательного сообщества США. Под юрисдикцию ФБР попадают более 200 категорий преступлений, нарушающих федеральный закон, и кроме этого ФБР занимаются безопасностью президента, государства и нации. При принятии на государственную службу ФБР обязательно проводит проверку будущего сотрудника. Ведомство основали в 1908 году во время президентства Теодора Рузвельта, а сейчас здесь работает 36 тысяч сотрудников, из которых только 14 тысяч, то есть всего треть, оперативные сотрудники или специальные агенты. Остальные 22 тысячи — это обслуживающий персонал, кадровики, аналитики, секретари техники, лаборанты и коронеры. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, там работают общие федеральные специальные агенты и высшее руководство — всего 10 тысяч человек. Остальные трудятся в отделениях по всем Соединенным Штатам. Попасть в ФБР тяжело. Нужно сначала поступить в специальную академию ФБР по выбранной специальности и окончить ее с отличием. Академия, располагающаяся в Вирджинии, занимается не только подготовкой начинающих агентов, но и повышением квалификации и подготовкой к сложным и масштабным заданиям. После окончания агент может получить место по распределению в любой из штатов страны. МОСАД ХАМАСАТЛЕМАДИН УЛЬТАВКИДИММИЮХАДИМ Что в переводе значит «Ведомство разведки и специальных задач». Это политическая разведка Израиля. По своим особенностям и функциям ближе к ЦРУ, чем к ФБР. Расположено в Тель-Авиве и пригородах Аштад насчитывает всего 1200 человек с учетом технического и обслуживающего персонала. По неофициальным данным, среди них всего несколько десятков оперативных сотрудников, готовых в любое время дня и ночи выехать в самую отдаленную точку мира. Но при этом завербованных агентов, не являющихся штатными сотрудниками, около 35 тысяч по всему миру. Основные задачи МОСАД Выполнение спецопераций за пределами Израиля, Получение стратегической и политической оперативной информации, Сбор информации за рубежом, Репатриация евреев из стран, где это официально невозможно, Развитие связей за рубежом, Предотвращение создания и покупки оружия недружественными странами, Предотвращение террористической деятельности против израильских и еврейских субъектов. По словам создателя МОСАД, их задача – безопасность израильских граждан и евреев во всем мире. И, наконец, ФСБ. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Уполномочен решать все задачи, связанные с государственной безопасностью и ее обеспечением. Ведением предварительного следствия оперативно-розыскной и разведывательной службы. ФСБ служит как военные, так и федеральные гражданские лица, которые принимаются на такую важную государственную службу на конкурсной основе. Официальным главой ФСБ является президент России. Другая служба Министерства обороны – Главное разведывательное управление. Начальник ГРУ находится в непосредственном подчинении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Все основные данные разведуправления засекречены и считаются государственной тайной. Цель ГРУ – обеспечение правительства Российской Федерации, президента, Министерства обороны и Федерального собрания оперативной разведывательной информации, необходимой для принятия стратегических решений в разных областях, содействия экономическому развитию, обеспечению безопасности страны и научно-техническому прогрессу России. Также о ГРУ известно, что управление имеет многочисленный штат, меньше финансируется, чем ФСБ, но действует точечными методами в конкретных проектах, не распыляясь на общее. Манипуляция страхом Многие спецслужбы известны своей манипуляцией страхом, особенно широко это применялось во времена Холодной войны, когда отношения между странами Запада и социалистического режима были наколены. Особенно сильно это ощущалось в 60-е-70-е годы. Происходила массовая вербовка, в основном среди студентов, за идеологию и убеждения. Одни вербовали за социализм, коммунизм, другие за демократию. Велась невидимая война. Идеологическая вербовка включала в себя и боязнь, с одной стороны, Запада, «Я помогу Советскому Союзу бороться с Америкой», с другой стороны, страх коммунизма, «Коммунизм злой, я помогу своей стране бороться с коммунистами» и так далее с разными странами и формулировками. Даже видимые союзники имели достаточно натянутые отношения и, по сути, являлись конкурентами. Кроме того, страх в секретной службе сопровождал оперативников повсеместно. Боязнь быть рассекреченным, пойманным вражескими спецслужбами, страх, что тебя убьют, страх провалить миссию и так далее, просто до бесконечности. Сейчас другие времена и идеология уже никого почти не интересует. Большинство западных стран щедро финансируют своих агентов и вербовщиков, так что деньги здесь тоже имеют значение. Можно в некоторой степени сказать, что оперативники покупают завербованных агентов. Страны бывшего Советского Союза вряд ли могут себе это позволить, поэтому тут скорее требуется работа по поиску заинтересованных людей, которые в собственных целях готовы делиться нужной информацией. Также во всем мире широко использовалась и используется методика под названием «манипуляция страхом». Способы этой методики могут варьироваться, но самое главное – запугать. Это может быть и шантаж, и угрозы, и компромат. Многие боятся спецслужб, но людей наводит ужас сама мысль о том, что ими интересовались. И дело не только в незнании законодательства, ведь по закону сотрудничество может быть исключено добровольно, а в том, что на практике многие понимают, что это может не сработать. Было много скандалов, связанных с работой ЦРУ, когда рассекреченные агенты говорили о том, что их вербовали практически насильно, угрозами, и этот метод используется всеми спецслужбами. Это не значит, что нужно бояться людей в черных костюмах, работающих на правительство. Такие методы используются крайне редко и для очень важных людей. Во-вторых, никто не обязан сотрудничать со спецслужбами против своей воли. Часто просят подписать соглашение о сотрудничестве, которое нужно для отчетов. Этого делать не стоит ни в коем случае, если это самое сотрудничество принудительное. Какие методы используют спецслужбы для борьбы с фобиями? При подготовке оперативных агентов ФБР используется несколько методов, которые помогают стать бесстрашными, успевать реагировать в экстренных и стрессовых ситуациях, не получая при этом психологических травм, в том числе и фобий. Для того, чтобы заниматься оперативной работой, надо быть изначально смелым и стремиться именно к этой тяжелой и опасной работе. По известным данным, требуется большая тактическая и моральная подготовка. Достаточно часто работа с психологом. Начинается с малого. Постепенно обычная юридическая и физическая работа превращается в небольшие задания. Поэтапное вовлечение – лучший способ обучения с наименьшими стрессами. Это касается и страхов, и стрессов. Никто не бросает в гущу событий неопытных оперативников. Им дают вовремя освоиться и обучиться всему воспринимать все события как рутину. Постепенное погружение в потенциально опасную среду – вот что нужно. Переживания потенциально стрессовых и страшных ситуаций снова и снова делают нас хладнокровнее, помогая сохранить спокойствие, когда мы действительно попадаем в опасные ситуации. Это действительно помогает перебороть свой страх, с чем бы он ни был связан. Если вы боитесь перемен, но понимаете, что они необходимы, медленное погружение вам поможет. Подумайте, что надо сделать, и начинайте с малого, а закончите тем, что действительно необходимо. Например, переездом в другой город и поиском там работы. При таких страхах просто бросить все и уехать – огромный стресс. Начните с новых гардин в спальне. Купите новую посуду, смотрите каналы по телевидению, которые вам не свойственно смотреть, книги, которые, будь вы старым с собой, не стали бы брать в руки. Вы не только постепенно начнете менять свои привычки – быт, но и начнете меняться сами. Начинайте с самого малого. Это самое главное. То же самое можно сказать и о других страхах. Зная, чего вы хотите, напишите себе список, как к этому прийти, делая каждый день маленькие шаги вперед. Вы не заметите, как ваша жизнь изменится к лучшему, и как вы легко сможете перебороть то, чего бы вы не боялись. Глава 6. Интересные факты Странные фобии Несмотря на серьезность темы страхов, даже тут можно найти весьма любопытные случаи, которые, скорее всего, вызовут смех, чем настоящий страх. Именно таким фобиям будет посвящена данная глава. Смешными и нелепыми представленные тут страхи делает их безосновательность или незначительность. И тем не менее, подобные фобии существуют, как и люди, которые от них страдают. Градаций самых странных фобий существует множество. Мы предлагаем вам собственную. Итак, первое место в нашем списке занимает боязнь прилипания орехового масла к верхнему небу или арахибутерофобии. Как вы можете догадаться, данный страх возник вместе с появлением немало известного в США продукта, который славится своей липкой консистенцией. Хоть это и не несет прямого вреда человеку, фобия, тем не менее, существует. Как это ни странно, существует целый ряд страхов, связанных со словами, книгами и местами их скопления. Остановимся на них поподробнее. Боязнь слов или вербофобия также иногда встречается под названием логофобия. Имеет несколько разновидностей. Это боязнь услышать либо прочитать определенные слова или словосочетания. Кроме того, это боязнь произносить некоторые фразы и в то же время страх публичного выступления в принципе. Отдельные разновидности данного страха могут проявляться, к примеру, в боязни длинных слов. Ирония в том, что название болезни звучит следующим образом. Гиппо-по-то-монстро-секси-педало-фобия. Стоит отметить, что человек может бояться не только слов и словосочетаний, но также и цифр. Широко распространена в мире боязнь встретить где-либо число 666. Причиной рождения данной фобии, как и многих других, стала массовая культура и активное развитие фильма в жанре хоррор. Наша культура породила страхи, подобные аучколо-кастрофобии. Иными словами, боязни открытых дверей и гардеробной комнаты. Вернемся все же к боязни слов и книг. Наравне с другими в наше время активно распространяется акрибофобия, или боязнь не понять смысл прочитанного. Стоит помнить о том, что приведенные тут фобии являются не просто страхами, а паническими состояниями, которые могут быть вызваны довольно обыденными вещами. Существует также отдельная разновидность страха библиофобия, предметом которой являются библиотеки. К тому же не следует забывать и про метрофобию, боязнь поэзии, написанной либо услышанной, а также про парирофобию, объектом страха в которой является простой лист бумаги. Но фобии связаны не только с печатным словом. Именно поэтому следующее место занимает графофобия – боязнь писать от руки. После распространения персональных компьютеров данная проблема отошла на второй план, но в более давние времена она представляла серьезные затруднения для людей практически всех социальных слоев. В то же время развитие современных технологий не могло не повлечь за собой появление новых фобий, таких как киберофобия – боязнь использования персонального компьютера. На приведенных выше примерах вы смогли убедиться в том, что для страха не всегда нужны прочные основания. Он может быть вызван абсолютно безобидными предметами обихода. Тем не менее следует подходить к данному вопросу серьезно, ведь приведенные выше страхи представляют реальную угрозу для нормальной жизни современного человека и могут в значительной мере помешать полноценному времяпрепровождению. Оригинальные методы лечения Особенности более современных подвидов фобий стали причиной для значительного расширения способов борьбы с ними. Произошло это также и потому, что старые методы преодоления страхов стали неприменимыми к их некоторым разновидностям. Здесь хотелось бы остановиться на двух методах, которые являются самыми распространенными новаторскими методиками и широко используются в психологической практике. Первый из них – погружение в среду страха. Так человек должен оказаться в обстоятельствах, которые его пугают. Разумеется, делаться это должно постепенно, осторожно и под наблюдением специалиста. Так прыжок с парашютом для человека со страхом высоты станет пыткой, а не излечением. Согласно некоторым ученым, для того, чтобы побороть некоторые фобии, подойдет следующая методика, о которой мы уже упомянули раньше. Определив причину страха, к примеру, публичные выступления, человек должен получить негативный опыт на этом поприще. Через недолгий промежуток времени ему следует повторить погружение в эту среду, но уже с успешным результатом, например, выступить перед друзьями или знакомыми. Так он сможет избавиться от панической боязни выступления перед аудиторией. Вторым оригинальным методом лечения фобий является арт-терапия. Творчество во все времена помогало людям преодолевать трудности на жизненном пути. Сегодня его научились использовать и для того, чтобы побороть страхи и начать жить полной жизнью. Арт-терапия, в отличие от некоторых других методов лечения и психоанализа, подходит абсолютно всем, в том числе и детям. Она абсолютно безвредна и не сможет нанести вам ущерб. Кроме изначальной нацеленности на преодоление фобий, данный тип лечения поможет также лучше понять самого себя, разобраться в чем источник ваших страхов, углубить навыки самоанализа. Лучше узнав самого себя, забравшись в подсознательные предпосылки вашего поведения, вы сможете переосмыслить свое поведение по отношению к другим людям. Арт-терапия во всех ее проявлениях, будь то рисование, рукоделие, музыка или что-либо другое, поможет побороть любой страх и найти гармонию в душе. Как оградиться от мошенников Именно популярность современной арт-терапии стала причиной появления множества мошенников, которые ставят своей целью не помочь людям, а исключительно заработать на ваших проблемах. Поэтому к выбору специалистов необходимо подходить с умом. В первую очередь следует помнить, что полагаться на советы и мнения других в этом деле не стоит. У врача должно быть комфортно именно вам, а не соседям вашей подруги. Если после первого занятия вы ощущаете дискомфорт, вам не понравился подход или занятие, вы имеете полное право сменить врача. Более того, это следует сделать немедленно, если вы не хотите усугубить ситуацию. Дискомфорт и недовольство в данном случае могут загнать ваши страхи еще глубже в подсознание, в результате чего избавиться от них станет значительно сложнее. Не в последнюю очередь следует обращать внимание на сертификаты и дипломы специалиста, который ведет курс арт-терапии. В первую очередь это должен быть психолог, а потом уже художник, танцор и так далее. Если вы хотите эффективно бороться со своей проблемой, выбирайте специалистов. Если же это вам не по карману, лучше откажитесь от этой идеи, так как непрофессиональная помощь, как и у любого другого врача, может лишь сделать хуже, но никак не помочь. Если вы уверены в себе и точно знаете, от чего хотите избавиться, вы можете попробовать заняться арт-терапией самостоятельно, что значительно сократит ваши расходы и расширит возможности. В то же время это может оказаться малоэффективным, если вы не обладаете элементарными навыками данной технологии. К счастью, существует множество книг, посвященных именно данной теме, из которых вы сможете черпать идей. Ну и наконец, самое главное, ваши собственные ощущения. Если вам не нравятся результаты лечения, вы не можете найти общий язык с врачом, либо виды деятельности на занятиях вам не подходят, такие сеансы продолжать не имеет смысла. Арт-терапия призвана дарить радость, а ваше знание самого себя может уберечь вас от неумелых специалистов, которые просто хотят заработать на вас денег. Преодолевайте свои страхи и живите полной жизнью. Текст читал Станислав Иванов. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!